Здравствуйте, глупо, уважаемые любители летных видов спорта. Я Игорь Волков, и мы на канале Мечта Летать, где сбываются самые яркие мечты о небе. Это наш буксировщик Робин. Я считаю, что это самый лучший буксировщик, который существует в обозримом пространстве. И сейчас он потянет двухместный планер до Discus. О! Кто быстрее? Догоню, не догоню! Догоню, не догоню! Ну, я могу на колесе максимум 30 км в час, больше я боюсь. Потихонечку разгоняются, буксировщик у нас мощный, двигатель там стоит лайкоминг. И плюс этого буксировщика в том, что он жрет всего лишь 35 литров в час топлива. В отличие, например, от Вильги, которая жрет хорошо отрегулированное 60, а плохо отрегулированное 100. Но расход топлива, как вы понимаете, не самое важное. На мой взгляд, самое важное в самолете – это некая проблема устойчивости. Этот ролик у меня вызвало желание сделать, наверное, освещение некой проблемы. Как банальная нехватка топлива, то есть пустой бак, может привести к авиапроисшествию, это когда люди не гибнут, ну, вплоть до авиакатастрофы, когда все-таки люди гибнут. Это ужасно, и вот как такое бывает, как можно взлететь на самолете, в котором нет топлива. А я вам сейчас покажу. И для этого мы заезжаем в наш ангар и подъезжаем к планеру, который, ну, действительно дорогой, надежный, импортный. Это моя любимая принцесса, которая сейчас чистит перышки, потому что скоро полетит. И смотрим, как у нас вообще все здесь устроено. У меня сейчас заряжается батарея, я ее выключаю, нажимаю на кнопку контроля системы моторной. Смотрю на индикатор количества топлива – 14 литров. В принципе, это полная емкость моего бака. Но вы увидите, какое количество процедур я сейчас проделаю. Я, во-первых, поднимаю вот эту установку. Вот она вылезает. И дальше мне остается верить указателю топлива, который говорит 14 литров. Или не верить этому указателю топлива. Например, подумать, что он сломался, а ночью, я планер вчера заправлял, а ночью Клаус, который владеет этим ангаром и всеми этими самолетами, от доброты душевной решил слить топливо из моего планера. Ну, 14 литров стоили, это целых 40 евро. Друзья, проник в ангар и слил топливо. Вы будете смеяться, но ведь, собственно, это недавно было, ну, по одной из версий, это недавно было причиной авиапроисшествия с Вильгой. Здесь у меня небольшой бардачок, где лежал вот этот заправочный шланг. Я его опускаю на дно канистры и включаю тумблер заправки. Все. Пошла заправка топливом. Я качаю плечом планер. Видите, вверху качается уровень топлива. Действительно, он по верхней метке и сейчас приближается к верху бака. И топливо, на самом деле, все-таки чуть меньше, чем 14 литров. И, например, если бы я аплодировал длинные полеты, рассчитывал на 14, то, увы, было бы не совсем корректно. Одна из причин, по которой может выйти топливо из бака, как вы видите, штуцер снизу. Этот штуцер и вот этот вот небольшой краник для слива отстоя используется для слива действительно отстоя из бака, чтобы мы проверили, что в топливе нет воды. Если в этой системе что-то повреждается, то топливо из нашего бака может вытечь. И действительно был случай, когда топливо вытекло. У пилота не работал указатель уровня. Он не проверил, взлетел. И у него в Африке на взлете встал движок. Очередной взлет нашего трудяги Робина. Планер уже оторвался. Самолет еще нет. Самолет оторвался. И все это стремительно уходит ввысь. И представьте, друзья, что вот в этот момент встает движок. Тьфу-тьфу-тьфу, не приведи вселенная. Но вот это самая страшная ситуация, потому что самолету в данной конфигурации практически некуда приземляться. Ну, без повреждений. Ну, планеру полегче. У него динамическое качество высокое. Он улетит дальше. Но все равно тяжело. Остановка движка из-за выработки топлива – это страшный сон любого пилота. И в этом ролике, дальше мы будем его продолжать уже непосредственно в небе, я попробую рассказать о достаточно знаменитых случаях, когда движки вставали из-за того, что кончалось топливо, как из этого положения вышли пилоты. Ну, и так немножко поболтаем о безопасности полетов с неба. Я так понимаю, что ролики о безопасности пришлись по душе, а у меня, к счастью, есть возможность достаточно спокойно рассуждать в этой безопасности, используя многочисленные знания о куче случаев, свидетелями которых я был, про которые читал, про которые могу достаточно объективно рассказать на этом канале. Между тем, у нас идет через дренаж топливо. То есть у нас переполнился полностью бак, и топливо выливается в канистру, которую я специально поставил. То есть это тот случай, если бы у нас не было индикатора в баке, если бы у нас не работал указатель уровня топлива, как бы я мог заправиться. Вот так. Я так однажды делал, у меня действительно был сбой вот на этом контрольном приборе, уровень топлива не показывало, и я просто заправился до тех пор, пока не пошло топливо из дренажа. Так, конечно, делать не нужно, потому что сейчас мы будем ехать, топливо будет, может вытекать, потому что сейчас полный не только бак, но и вот здесь есть небольшой дренажный бачок, который для вентиляции основного бака используется. Сейчас он тоже переполнен. То есть, ну, нехорошо это. Такая штука отвратительно влияет на безопасность, потому что, ну, смотрите, я даже расскажу одну из страшных историй очередных, которые недалеко здесь происходили. Был планер Arcus, и у этого планера Arcus были тормоза. Ну, как устроены тормоза у нас, я сейчас вам покажу. У нас это тормозной диск и суппорт. Привод тормозного диска сделан от интерцепторов. То есть, если я выпускаю полностью воздушные тормоза, вот видите, раз, вот в этом положении срабатывает тормоз. Даже здесь есть, видите, иконка нарисована. Это очень удобная схема, потому что, как правило, когда тебе нужно тормозить, тебе нужно и тормоза выпустить. Прям идеально работает. Но, например, есть производитель, у которого добавлена еще вот такая вот. Здесь у нас триммер. Удобный, кстати, дико триммер. Вот если я могу подставить в такое положение, триммер в такое. Но есть, например, у планера Arcus, здесь стоит ручка торможения с тросиком. Видите, здесь такой же тросик. И вот такой тросик имеет свойство очень часто выпадать. И у меня был однажды случай. Вот тросик отсюда хорошо видно. Ну, здесь хорошо, красиво сделано, но неважно. У всех у вас были, наверное, какие-нибудь велосипеды. И вы знаете, что вот эти вот тормозные тросики, вещь такая, ну, вот такая. Так вот, такой тросик лично у меня выскочил. Надо было, конечно, его отремонтировать. Это к тому, что в авиации не бывает мелочей. Я, молодец, на букву М, не отремонтировал. Это в передней кабине было. В задней все работало прекрасно. А в передней летал ученик, и было ему сказано, ничего не трогать. Ни в каких обстоятельствах тормоз не трогать, все. Но он усяживался в кабину и аккуратненько так нажал на этот тормоз. И не сказал ничего. Соответственно, тросик вылетел, зажал тормоз. Вот мы взлетаем, тормоз зажат. Я прерываю взлет, потому что понимаю, что, ну, проехали уже достаточно большое количество дистанции взлетной. Не взлетаем. Есть у меня правило, есть точка, в которой я просто прекращаю взлет. Это, ну, стандарт в авиации. Я остановился. Дальше начали разбираться. Слышу, воняет. Воняет тормозом жутко. Вылезаю, он там, ну, не красного цвета, но шипит. Все. Эту историю я поставил себе в мозг. И решил, что все, отремонтировал этот тросик, чертов там, замотал его, заклеил, все как положено. И буквально через год узнал, что нам на брифинге делают разбор полетов и показывают сгоревший арку спланер. У которого примерно та же ситуация была, только пилоты прекратили взлет слишком поздно, выкатились за пределы полосы и закатились в траву высокую. И от разогретого до безобразия вот этого тормозного диска загорелась трава. И вот видите, как у меня нехорошо было с дренажом, да? Вот сейчас вот через эту вот дырочку, если мы будем ехать, будет плескаться топливо на фюзеляж. И по большому счету, если возникнет такая же ситуация, мы так же полыхнем нехорошо. Вот. Это все к тому, что в авиации мелочей не бывает. Так делать нельзя. Так делать не нужно. И почему эти правила написаны? Поэтому мы сейчас этот планер ручками аккуратно выкатим на... Не на моторе поедем, а ручками выкатим на асфальт. Дальше заведем мотор. Мотор поработает порядка полутора минут, прогреется. Соответственно, выработается какое-то количество топлива. И только после этого я поеду на взлет. Ну и сегодня северный ветер. Взлетим мы еще на асфальте, никакой травы не предвидится. И вот этот вот эксперимент с доливом топлива под пробку я просто показал, чтобы немножко подвести вам к куче этих историй. Итак, мы залили полностью бак. И у нас все те же волшебные 14 литров. Хотя я бы, друзья, вам совершенно точно могу сказать, что залил я литра 2, наверное, 3 топлива. Поэтому следить за топливом по вот этим расходомерам, ой, по индикаторам уровня, достаточно сложно. Вот планер, на котором летает жена Клауса Ольмона Сидани. Она самоводитель Airbus, всю жизнь проработала пилотом. И сейчас вот летает на таком самолетике. И на этом самолетике это высокопланчик. И вы можете посмотреть, как тут устроены прекрасно баки. То есть она вот так забирается, откручивает эту пробочку и смотрит по уровню, сколько же топлива. Это самый надежный и хороший способ проверить топливо перед взлетом. Соответственно, в том баке все то же самое. Нужно обязательно проверять уровень. Теперь, что у нас здесь? Здесь у нас штуцер, по которому все идет внутрь. Ну и так далее. Все достаточно просто и надежно. Высокоплана, подача топлива элементарная. Но проверять сложно. Здесь вот нужно какую-то лесенку. Видите, там такая лесенка специальная, стремяночка, по которой, значит, это все делается. А теперь представьте Вильга. Вильга самолет еще более высокий. И там вот, чтобы туда залезть, нужна реальная боевая стремянка. И, в принципе, люди иногда думают, так, что там проверять? Вот я вот вчера вечером, мы же залили полные баки. Мы же заливали полные баки. Зачем их проверять с утра? И это, друзья, самая подлая ошибка. Потому что, как со штуцером у моего друга в Африке, когда просто за ночь топливо выкопало. То есть заправляли вечером, готовили планера. Поэтому я, кстати, люблю планеры полностью заправлять, проверять утром перед полетами. А в случае вот такого самолета, ну, например, представьте, что я очень плохой человек. Я вот подумал, блин, у меня топлива нету, надо немножко слить. И я подошел аккуратненько, думаю, ну, тут же много топлива. Что тут я там? Чпок! И слил пару литров. А может и не пару, а может и побольше. А представьте, что человек еще более плохой, чем я. Он подумал, ну, что эти вот эти богатые бездельники катаются на самолетах? А мне машину свою нечащим заправить. Дай-ка я вот топливо-то солью. Они даже не заметят. И раз, и слил. И человек, который не проверил с утра самолет, может просто попасть в такой капкан. Не потому, что он такой разгильдянин, потому что он самолет не заправил, а потому что банально какая-то вот такая дурная, тупая неисправность. Начиная от того, что топливо просто своровали, заканчивая тем, что топливо просто взяло, само и вытекло. Такое может быть? Может. Чтобы не быть голословным, Илья расскажет историю. У меня там завод, и там на территории стоит газель. Я как-то задержался вечерком. Выхожу, значит, а там охранник, который этот завод охраняет, так из газельки в канистру сливает топливо. И говорит мне, ну типа, что они же там богатые, я тут солью маленько, ты как бы не замечай. Я говорю, ну слушай, смотрел так на него, смотрел, говорю, знаешь, это моя машина. Мы на полосе прогрелись и докладываем в эфир ни диспетчеру, ни руководителю полёта, вопрос того пространства, что мы хотим взлететь. Сорву, ботинь, директор, гуляешься, пистолет. И всё, мы можем взлетать. Я смотрел, что никто не заходит на посадку, ещё визуально, по всему. И не взлетаем. Свобода. Слышку перевожу на пол, закрыл, перевёл и фактически сразу взлетел. Компенсируем. Как вы видите, друзья, двигатель остановлен, находится в позиции охлаждения. А мы катаемся по склонам горы Арамбар. Ветер дует со скоростью 39 км в час, уже не 30, а 39, то есть достаточно сильный. И он позволит нам летать весь день, используя динамические восходящие потоки. То есть мы будем использовать вот эту гору, вот следующую гору, потом вот на горизонте гора Шабар. И вот так путешествовать. Захотим, перелетим в долину и пойдём под облака. Там уже ветер, ветер слабее, там можно будет летать уже в термических потоках. Но мой друг хочет полетать в динамиках, побрить склоны. Почему бы и нет? Наличие вот такого склона, который позволяет летать при Мистрале, а Мистраль сильный у нас, когда волну даёт его дней, наверное, 50 в году, а Мистраль, который просто позволяет летать, ну тут динамики всякие, это, наверное, ещё дней 50. Как минимум 30% времени мы можем летать только за счёт силы ветра. Это, конечно, очень удобно. Если вдруг не работает северный ветер, работает южный, как вы видите, вот склон, крыло показывает, это гора Апотер. Она прекрасно позволяет там падить на южном ветре. Вот склон под восток, ну, честно говоря, восток настолько редко дует, что мы её практически никогда не используем. А вот юго-западный склон, он вполне себе часто работает, мы его используем. Ну, вообще, горы – это прекрасно. Горы – это бездна энергии, бездна возможностей. Оп! Будем убирать сейчас мотор. Посмотрите, топливо – 14 литров волшебное. То есть индикатор показывает, что топливо мы вообще не израсходовали на взлёт. Ну, хотя, конечно, не так. Мы израсходовали порядка литра-полтора, наверное. Где-то. Ещё один взлётик с воздуха я вам засниму. Вот пилот доложился, у меня рация включена, поэтому я же могу слышать, что происходит на аэродроме. Всё, никакого РП. Мы сами взлетаем, но целый день работаем самостоятельно. Соответственно, мы же будем объявлять о посадке. То есть если я захочу приземлиться, я скажу, что я иду по ветру, планирую посадку. Естественно, никто не отменял визуального контроля. То есть мы вот это всё воздушное пространство обшариваем взглядом перед посадкой, знаем правила и процедуру на этом аэродроме. Везде во всех картах отмечено, что аэродром нерегулируемый, то есть нет диспетчера. Это нормально. То есть когда пилот умеет летать и умеет делать это, не только под руководством кого-то, делай то, делай то, делай то, но ещё и самостоятельно, это прекрасно. С этого аэродрома взлетает по 50 бортов в день. В районе аэродрома летает иногда по 30-20 планиров. Ну вот на том же чемпионате мира у нас в потоке собиралось, там у нас 15-20 штук в одном. И это совершенно нормальный процесс. Конечно, на том же чемпионате мира уже было регулирование. То есть как оно выглядело. Ты докладываешься, РП тебе говорит, какая погода. Ну и там, да, молодец, лети, дальше сам заходи. Он же не говорил, кто первый, кто второй, кто третий. Пилоты сами решали, я вам как-нибудь покажу. Можно левее, может? Левее. Между этими, чтобы не позбить. А, ёпт, чай, тут канализацию сделал. А, канализацию, да, в канализацию не хотелось. Ты мастер посадки около канализации. Да, ты сразу, чтобы никому не мешать, пока ты придешь. Ну, да, правильно. Слушай, ну я 146 еще никогда, 147 не летал. Ну как, мы же с тобой летали 148. Ну вот эта вот незарегулированность некоторых адромов позволяет, во-первых, ну не очень дорого здесь летать. Потому что, представьте, если бы еще здесь зарплату диспетчеру платили бы. Здесь из работников всего лишь Клаус, который читает брифинги и то по своей инициативе. И кемпинг, вот видите, да, в кемпинге руководит процессом поселения и так далее, Марта. Вот, собственно, и все. Она же документы летные проверяет, если нужно, у пилотов. Все, больше никого нету. Минимум людей. Ну, еще, естественно, там человек, который приходит, там какие-то сарайчики ремонтирует иногда. Владевец земли, Мишель. Он, собственно, на своем тракторе этот аэродромчик косит. То есть все как-то так логично, гермонично. И самое главное, конечно, нету тут никакого забора. Не нужно периметр с камерами делать и так далее. То есть если бы это было бы нужно, это было бы просто, ну, разорение, наверное, невозможно. Этот аэродром бы, наверное, не работал бы. Илья захотел поснимать пепестрель. Выпустил воздушные тормоза. Вау! Вот это умничка! Вот это попозировал. Я все пытаюсь красиво так пепестрелю сбоку подойти. О! Вот он кадр дня. ведь нос вниз вот и лечу к другому склону через ротор прыгаю южный южный восходящий поток сорвало несмотря на что ветер с левый борт я через ротор прыгнул на следующий склон который прямо по курсу впереди гора сан-жини которая называется и сейчас посмотрим как можно к ней красиво подойти и встать в динамик фокус здесь том что я подошел на скорости 180 км в час соответственно одно движение ручкой мы уже значительно выше этого рельефа но без такого прохода не было бы наверно красивых кадров планер это конечно изумительный аккумулятор энергии я за это его обожаю или я забираю ручку или я сейчас наберет 1550 метров и имея эту высоту мы сможем перескочить на следующую гору шабр на которой я продолжу вам разговоры безопасности самый яркий случай в авиации с отказом двигателей был в канаде когда у пассажирского самолета боинг 767 встали оба двигателя дело было в 1983 году и случилось потому что самолет летел по маршруту монреаля тава эдмонтон топливо кончилось потому что самолет был неправильно заправлен в канаде тогда переходили с галлонов на литры или наоборот с литров на галлоны возникла путаница на высоте 12000 метров у пассажирского самолета встали оба двигателя ну как же хорошо друзья когда у нас нашим двигателем является энергия природы и двигатель у нас просто не может встать потому что его ну он есть у нас конечно но так в принципе его нет сейчас пройдем у склона тесная энергия наше топливо ветер в данном случае энергия ветра которая поднимает нас вверх а теперь друзья представьте что вы не планер что вы самолет вот что делать летчики привыкли летать что у них работает двигатель по сути самолет без двигателей это тот же планер но надо понимать что качество аэродинамического планера такого всего лишь ну там в районе 12 у боинга 767 если два движка вырубить и вторая проблема что в этом случае если у нас изначально все рассчитано для полетов без двигателя то у самолета есть гидросистемы есть электрические системы и так далее и подобное и в принципе если встает один движок ну не проблема второй работает все это от него запитывается а если два то есть два это вот даже на тренажерах в то время не отрабатывали и когда два пилота услышали такой звук бум там сигнал о том что встали оба двигателя они конечно были несколько удивлены в боинге была система которая позволяла частично снабжать борт энергией в этом случае выпускалась специальная турбинка такая в поток восходящий и вырабатывала электроэнергию которая приводила в движение там какие-то насосы гидравлику еще что то то есть управление самолетом работало а дальше повезло то что пилот Роберт Ирсон был планетистом то есть да он умел летать на планере и для него ну как ничего нового только уже боинг они сначала пытались тянуть Веллингтон но посчитали аэродинамическое качество что такое качество это сколько самолет пролетит с километра высоты для боинга получалось что с 12 километров он пролетит умножаем на 12 там 140 тысяч ну короче много достаточно и но не хватало до нормального штатного аэродрома и тогда пилот вспомнил что он служил на новой базе Гимли откуда собственно этот случай называется планер Гимли что там есть аэродром военный на который можно призволиться и он посчитал прикинул ну вроде как туда помечаются взяли туда курс но беда была в том что аэродром хоть и военный но он на тот момент не эксплуатировался и там была или эксплуатировался но в общем была сделана тусовка вот этих автогончиков шашлык мангал всякое такое и не столько полоса была перегорожена сколько там на ней были люди в общем было так все не очень хорошо надеваться было уже некуда а второй проблемой стало то что у пилота стало пилот заметил что много высоты то есть он подлетает к аэродрому и получается что аэродром перелетает а способов регулировать высоту не так много и я вам сейчас один из них покажу дай-ка ручечку братья наши меньшие дельтапланеристы сейчас я дойду немножечко в долину и выполню все то же самое что выполнил наш героический пилот робот пирсон смотрите я лечу на скорости 120 км в час у него у меня 1,2 метра в секунду набор высоты даже есть но если я сейчас дам правую педаль полностью и левую в левый лерон возникает скольжение вот и я сейчас теряю высоту довольно энергично со скоростью сейчас 3 метра в секунду 4 метра в секунду 5 метров в секунду 6 метров в секунду посмотрите на нитку посмотрите как летит планер планер летит направление полета вот такое боком то есть мы режем наш воздух боком и вот сейчас я все отпустил планер выровнялся хлопала у нас створка шасси отсосал ее немножко скольжением и мы сбросили ну прилично сбросили минус много у нас было и теперь Илья будет возвращаться к склону а я буду продолжать беседу с Ваби дав педаль правую я повернул ось планера вот так то есть планер продолжен лететь в эту же сторону но развернул ось если бы я не давал элероны на крен то планер бы только за счет руля направления провернулся бы потом создал правый крен и полетел бы вот так вот встал бы в разворот то есть достаточно даже руля направления чтобы управлять планером но элероны я дал в противоположную сторону и получилось что планер отвернул нос элероны не дали ему возможности поворачивать направо и вот в такой конфигурации планер продолжен лететь то есть он летел вот как на вас летит вот так он летит как бы раком боком к набегающему потоку соответственно всеми фюзеляжем нештатным обтеканием крыла и так далее он создает мощное аэродинамическое сопротивление и уменьшает свое качество и если вот у планера нашего вот этого аэродинамического качества 50 то есть он пролетает с одного метра высоты 50 метров у планера гимли самолета боинг 767 с двумя отрубленными двигателями по расчетам там получилось качество 12 пилоты посчитали вот то мы можем выполнить скольжение тоже там получить качество там не знаю минус 8 метров в секунду на 120 ну какой-нибудь качество наверное 6-7 то есть мы можем тоже если вдруг у нас откажут тормоза воздушные которые у нас есть ну а у планера Лек выпусти тормоза на секунду вот штатные тормоза для спуска убирай если у нас эти тормоза отпустят мы можем использовать на посадке скольжение и это скольжение важно тренировать периодически потому что случаи с отказом воздушных тормозов бывают например можно взлететь с утра с мокрым крылом подняться на высоту там поймать холодочек ну это вот очень не так часто бывает и тормоза просто банально тупо замерзают такие случаи реально были в том же Орле как-то вот мои друзья приземлялись без тормозов потому что так ну и тормоза это поэтому именно поэтому нужно проверять перед заходом на посадку пилот выполнил вот это самое скольжение сбросил высоту и во время скольжения чуть не потерял управление летательным аппаратом почему? потому что турбинка которая вышла из фюзеляжа на нее натекал набегающий поток но когда полетел планер раком поток тоже стал идти не совсем корректно и начал не хватать электроэнергии начало не хватать на управляющие воздействия энергия и пилот вот как все в последний момент вывел планер самолет в нормальный режим полета и уже приземлил его при выпуске шасси основные стойки вышли нормально носовая стойка не встала на замок самолет коснулся полосы поехал вертикальная скорость была достаточно большая в общем взорвались в пневматике все это заскользило носовая стойка сложилась носом чиркая планету самолет поскакал к людям которые были там и отвечали что-то но закончилось все хорошо потому что самолет остался в 30 метрах от людей вот братья наши меньше еще дельтапланы специально? правильно красавцы это друзья наши дельтапланиристы они очень любят эту гору гора действительно генерирует хороший динамический поток мы здесь прям гнездове этих дельтапланиристов на самом деле впервые с Провансом с вот этими местами я познакомился на этой горе Шабар причем я даже покажу вам место откуда я стартовал на параплане здесь здесь был не несчастный случай не штатная посадка мой друг американец Джон но потом мы с ним познакомились он тогда еще не знал что он что он Джон что он американец я просто увидел мы с моими друзьями сидели вот здесь вот видите такая полянка травянистая с обрывом вниз вот на этом травянистой полянке здесь самая высокая часть горы сидели и смотрели как планира летали очень красиво и мне так хотелось вот думаю вот бы один планировочек такой потрогать представьте силу желаний я так больше не делаю один планер вдруг заметался совершил ошибку провалился и вот сел вот на вот это поле видите крылом показываю такое длинное в лес уходящее поле это штатный маленький аэродромчик на самом деле для сельхозавиации туда ну не для сельхоз для малой авиации периодически самолетики прилетают на посадку и был взрыв то есть бабахнуло колесо у планера мы думали что это какой-то удар было очень страшно за пилота и я вот с этого вот обрыва вот прям точка моего старта я сейчас даже прям думаю какой я отважный был тогда взлетел ли я взял с собой моего ученика весом 130 килограмм и он раптался как ребенок он говорит наконец-то хоть раз пригодилось что я столько вешу действительно пригодилось мы приземлились помогли пилоту помогли собрать планер в трейлер а потом через 4 года ко мне в гости пришел человек который как-то вот мне вроде как знаком и начали мы рассуждать он хотел недвижимость купить рядышком с нами мы обсуждали обсуждали он говорит ты говорю а как ты сюда попал как ты здесь первый раз летал я говорю я вот приехал на шабр и спасал одного странного человека который под ним приземлился он говорит так это же был я забирай ручку вот вам собственно история и вот кстати место куда реально приземлился планер который провалился под гору сделал ошибку ну там аэрология этого места не такая простая как кажется и ошибку совершить действительно можно но вернемся к нашему планеру гимля так вот самолет остановился в 30 метрах от людей потушили пожар потому что загорелась передняя часть самолета ну она терлась взлетно-посадочную полосу и перегрелась загорелась травмы легкие получили 10 человек там как-то неудачно травмы вышли еще чего-то ну почитайте очень интересно это вообще я еще тот рассказчик можете разные источники почитать можете какие-то фильмы посмотреть про это действительно сделано красиво все так как вы понимаете даже в большой авиации у самолета может кончиться топливо даже не столько по разгильдальству сколько по вот ну какому-то такому количеству факторов там фунты килограммы метры еще чего-то галлоны все это смешалось и привело к вот такой ситуации очень хорошо что не закончившейся трагедией и наличие кстати планерного опыта у командира воздушного судна это в этом случае действительно серьезная удача именно поэтому многие компании мира приветствуют подготовку своих пилотов вот этот планерный опыт и реальный опыт полетов там на маленьких самолетах и так далее чтобы пилот ну не только кстати там работа действительно не только кнопки нажимать кучу всего остального но вот какая-то вот такая вот изюминка она может помочь сложной ситуации может помочь спасти жизни пассажиров а в легкой авиации наверное когда разгильдайство наверное еще больше и возможно из-за того что несмотря на то что говорят что там все правила написаны кровью ну как-то вот всегда у человека есть какая-то мысль так это не со мной случится вот это вот это у них там такое может топливо кончилось так у меня такого точно не будет и мне известно достаточно много случаев когда такое не должно было случиться но случилось давайте я немножечко вам расскажу про такие ситуации чтобы у вас ну вдруг вы будете летать на самолете вдруг вы будете там хотеть летать на самолете учиться летать на самолете учиться летать на планете вы сможете смотреть и задавать хорошие вопросы команде эксплуатирующей самолеты и в конце концов самостоятельно участвовать в процессе и понимать вообще, что происходит. Случаев, когда тот же самолет Вильга приземлился, попал в авиационное происшествие, это авиационная катастрофа, когда погибли люди, авиационное происшествие, когда все целы, живы, но самолет не очень целый. То есть посадка, пилот жив, значит полет удался. Первый случай, который я хорошо знаю, и, наверное, о нем там и газеты писали и так далее, это когда с аэродрома Викрево взлетела Вильга, и у нее над Ярославским шоссом топливо кончилось. Как получилось, что топлива не было? Ну, кто-то летал до этого, кто-то сказал, что заправлял. Ну, скорее всего, пилот не проверил, топливо кончилось. Дальше пилот сориентировался и сел на разделительную вот эту вот осевую полосу. И, конечно, повредил эту Вильгу, но все остались живы целы. Повезло, что там ни машины никакие не сталкивались. И тогда и дуб подобное. Это первый случай. Ну, как сказать, разгильдяйство? Ну, наверное, да, разгильдяйство. Сейчас я потом скажу, почему, что способствует этому разгильдяйству. Второй случай, достаточно яркий, это когда был такой пилот, он где-то раздобыл форму КВС, командира воздушного судна, и там представлялся, что я там настоящий пилот большой авиации, и он был немножко гипнотизер. Ну, кто из пилотов знает, он, наверное, поймут меня. Он мог подойти к человеку, посмотреть на него, и человек начинал безоговорочно ему верить. И он так пришел кому-то, сказал, вот мы будем делать планерное звено. Кто-то ему дал самолет, кто-то ему дал планер. Дальше началось такое нечто, цирк шепито. Гипнотизер мог убедить любого человека, что летать с ним безопасно и прикольно. Один из таких людей, действительно, очень интересных, он летал с ним на планере за этим самолетом. И вот однажды они взлетают с какого-то аэродрома, летят, и тоже вот не проверили, что топлива мало. Заканчивается топливо на буксировке, над лесом. И в лесу там есть какая-то поляна, на которую они оба заходят, и планер на самолет. Удачно, никаких проблем. Самолет приземлился, планер приземлился. Идут в ближайшую деревню, находят какого-то мотоциклиста с какого-то... Он говорит, слушай, помоги с топливом. Вот тебе денег, вот спаси нас. Для этого как-то отсюда улететь. И они идут с какого-то мотоцикла Урал, слили топливо, потом еще чего-то куда-то, еще чего-то. То есть вот на вот этом отстое, на этом непонятном топливе какое было, заправили самолет. Но вы можете представить, что они там не 100 литров слили, а там, может быть, 5, 10, 20 слили эту вильгу, взлетели. И, соответственно, перелетели на аэродром. Ну и дальше вроде как все в порядке. И вот это разгильдайство, ну, человек крутил на бланике петли. То есть он прям... Этот пилот даже у нас в группе есть. Рафаэль, привет. И он, Рафаэль, рассказывал, как классно вообще нашел такого человека, который вообще огонь. Он на бланике делает все, что угодно. Хочешь тебе петлю, хочешь тебе бочку. Все, что хочет, то и крутит. Вообще огонь. И я долго переписывался и убеждал, что не надо этого делать. Что бланники, их в Европе давно поставили на прикол до ремонта. Что у них найдено больное место, разрушается ленджерон. Ну, то есть, если даже на них в России летают, то это просто потому, что если сейчас все бланники поставить на прикол, летать будет не на чем. И они в собственности Дусаафа, а Дусааф с ними что хочет, то и делают. Летают. Ну, а кто, кто берет частную собственность, какой-то пилот-маньяк и крутит все, что угодно. Ну, в общем, спасли мы Рафаэля. Возможно, еще кого-то. И даже, скажем так, вот этот вот странный гипнотизер всех спас тем, что на эту Вильгу все-таки разбил свой самолет. Не знаю, что с собой планером стало. Планер-то, наверное, целый. Вот после всех этих петель и всего остального еще и летает. Он взлетел на Вильге. Опять, видимо, что-то была заправка. Эта Вильга упала недалеко от аэродрома Шевля. На этом вся эта история, надеюсь, закончилась. Самое такое яркое разгильдяйство, которое я встречал. А дальше уже разгильдяйство, которое в режиме запарка. Что такое запарка, ребята? Это когда ты пашешь на поле. Ну, я как инструктор, который периодически работал, ты встаешь в 6 утра, готовишь технику, 8 часов первый взлет, фигатишь до 11 вечера. К 11 вечера ты, конечно, уже никакой. Это, конечно, очень плохо. И в этой запарке легко сделать какую-нибудь нехорошую штуку. С самолетами, с Вильгами проблема следующая, что их постоянно заправляют. То есть Вильга, если она целый день буксирует, живет она, как вы помните, до 60, когда она новая, ну, когда отрегулированная хорошо. И литров 100, когда не очень. Вот в случае, когда она живет литров 100, ее очень часто нужно заправлять. Заправляется она не топливозаправщиком, чаще всего, а обычными канистрами, которые на крыло забрался техник. И буль-буль-буль-буль заправляет канистрами, значит, эту Вильгу. И контроль этого процесса, топливомеры, вот эти вот топливоризмерители, которые стоят на Вильге, ну, они, конечно, то зависают, то работают неправильно, то еще что-нибудь. И часто используются, когда вот они не работают. Принцип, сколько залил? Ну, залил я тебе 100 литров. Ну, типа, значит, сейчас я отлетаю. А может быть, залил не 100, а 80 ошибся, например. А может, был расчет, что Вильга живет 60, а как раз вот в этот же самый момент она сломалась. Ну, как сломалась, разрегулировалась и стала сжать намного больше 100. Знакомый мой так однажды приземлился, постоянно буксировал на этой Вильге. Сам же эту Вильгу там обслуживал, заправлял, помогал, там, техники и так далее. Все это было вместе. И в какой-то момент просто не уследил. У него в полете кончилось топливо. И он совершил достаточно жесткую посадку, получил травму. Ну, и Вильга травму получила. Но потом починилась и, наверное, летает дальше. То есть, вот такой случай, как такого дурацкого отказа, когда это вот в зоопарке, такая фигня получилась. И таких случаев, я даже не знаю сколько. Я знаю просто вот конкретно вот этот, потому что знаю человека, который получил в этом случае травму. Идем дальше. Как что бывает? Ну, вот это вот то самое воровство, про которое я говорил. Недавний случай. То есть, сейчас вот, если брать сегодняшний день, а сегодня 20 августа, насколько я знаю, полеты в Дусаафе запрещены на Вильгах. То есть, Вильги, это основной бусерочек в Дусаафе, другого нету ни у кого. Эти Вильги стоят на приколе, и Дусааф не летает. Мне сегодня звонил друг, и говорил, Игорь, что можно придумать, чтобы вообще полетать на планете там? Ты же делал лебедки, расскажи, может мы лебедку сделаем? Он говорит, что случилось? Он говорит, да блин, вот так и так вот. Летал, летал, потом бац, вот сейчас Вильги на приколе, Дусааф не летает. Но вот одна из версий, самолет заправляют вечером, чтобы лететь утром. Утром на нем взлетают, и на самолете кончается топливо. И самолет, соответственно, падает. Дальше вот это вот расследование, Дусааф это военное. Это как если что-то случается у военных, ставят на прикол весь тип. То есть, если с одним самолетом что-то случилось, все самолеты сидят на земле и ждут, пока будет окончено расследование, или там не дан приказ, что все, можете летать. Ну и вот с планерами, с Вильгами так длится месяц, может длиться полтора. И все это время вот эта авиация будет стоять на приколе. Топливо могли просто украсть ночью. То есть, если мы берем версию, что самолет заправили, кто-то ночью слил топливо из самолета, утром не проверили. И вот тебе, пожалуйста, не авиакатастрофа, к счастью, люди целы, но авиационное происшествие. Обиднейшая, конечно, ситуация, когда вот такая штука происходит. Причем люди-то хорошие. То есть, ну, по отзывам, опять же, моих знакомых, все ребята, которые работают часто на аэродромах таких, это уже люди, которые, ну вот, они просто за идею трудятся. Потому что хотят, чтобы авиация оставалась, хотят, чтобы полеты продолжались. Может быть, они делают что-то по-своему, ну, может быть, не так эффективно, но вот можно, наверное, назвать слово с душой. То есть, человек хочет, чтобы это продолжалось, человек хочет, чтобы люди летали, и за это можно только уважать. А по факту получается, ну, ну, фигня вот такая вот. Если взять все в комплексе, это получается, что кто-то слил топливо ночью, какой-то нехороший человек, который подумал, да что я так, ну, немножко солью там, вот как с каждой машинки там, по капельке. И дальше, бац, хорошо, что люди не погибли. Самое главное, люди целы, техника, хрен с ним починят. И сейчас вот вопрос о некой свободе, вот, душа, бесплатно, халява, недорого, еще что-нибудь. Результирующее полтора месяца на земле, ну, или месяц на земле. То есть, сезон, лето, можно летать, люди не летают, потому что ждут, пока закончится вот это расследование. Может ли клуб такой летать? Да, может он, если Вильга не в системе военной авиации. То есть, чтобы вы понимали разницу, то есть, бывает авиация общего назначения, ООН, и военная авиация ДУСАВ. Военная авиация, это значит, что, например, планер действительно легко на него делается СЛГ, там бумажки расписали, сделали, это действительно стоит в этом случае, наверное, недорого. ООН, авиация общего назначения, это немножко другое. Там СЛГ на ту же Вильгу получить, это такая пляска с бубнами, ну, и те же самые пресловутые, там, 100-150 тысяч рублей, про которые я говорил там недавно в ролике. Но такая Вильга вполне может работать в случае, если запрещены Вильги военные. И сейчас один из вариантов у клубов, вот этих ДУСАВ, планерата Бланники еще никто не запрещал. То есть, с Бланниками катастроф не было, тьфу-тьфу-тьфу. Несмотря на то, что, повторю, им требуется ремонт. Есть органы, регулирующие полеты в Европе, ЯСА, который после катастрофы Бланника провел расследование, и обнаружилось, что не только в планере, который разрушился, был лонжерон бракованный, в каком-то количестве Бланников, которые разобрали, проверили, были усталостные трещины в полке лонжерона. Соответственно, был назначен ремонт, по которому все Бланники должны быть осмотрены, и должен быть произведен ремонт. Но, вот все Бланники, которые в России есть в собственности ДУСАВ, они такой ремонт не проходят, потому что ДУСАВ это не нужно. Никто за границу Бланники не проведет. И вся аргументация такая, наши Бланники, это не такие, которые Бланники за границей. Наши хорошие. Мы, например, одному Бланнику, который налетал 2500 часов, рейхген сделали, и он летает хорошо, у него никаких трещин нет. Может быть. Наши Бланники не летают с лебедкой. Ну, в Довосибирске летают. Наши Бланники не крутят в петли. И, например, вам я привел... То есть, множество факторов вот таких, которые я не хочу каркать. Я просто говорю о вероятности того, что если, не дай, вселенная гавкнется какой-нибудь Бланник по причине усталостного разрушения Лонжерона, то поставят на прикол все Бланники в Российской Федерации. И вот тогда закончится планерный спорт в Российской Федерации. И если вот так вот сейчас, вот так кепочку на глаза, и так, ну, мы капельку летаем, так что? Ну, а что не летать-то теперь? Блин, да, ну, может быть, лучше не летать, чем кто-нибудь погибнет. Может быть, просто нужно сказать, что да, нужно ремонт произвести. В конце концов, есть комплекты, есть возможность на каком-то заводе выполнять ремонт. Не за эти пресловутые 8-9 тысяч, сколько берут в Европе за ремонт Бланника, а купить запасные части, они продаются. И раскрепать Лонжерон Бланника, установить запасные комплекты, произвести тот же самый ремонт, получить на этот ремонт допуск. Ну, уж, наверное, найдется в Российской Федерации какой-нибудь авиазавод, который для своих, для людей возьмет, выполнит этот ремонт не по грабительским ценам Европейского Союза, а значительно дешевле. Вот так нужно делать, потому что в противном случае получится вот продолжение банкета. То есть сейчас не летают Вильги какое-то время, но могут летать Бланники, в Бланниках же ничего не произошло. Ну и поэтому летают клубы, у которых есть хоть один буксировщик, находящийся в системе авиации общего назначения. Если этот буксировщик находится в ДОСАФ в системе, Вильга, значит клуб не имеет права летать, а если он летает, значит он это делает, ну, скажем так, нелегально. Ну так никто не делает. Как мой знакомый, который оказался с невозможностью летать, попросил меня рассказать об альтернативных способах подъема планера, которые не используют, вот если не за залетом, то как же еще. Потому что сразу же приходит мысль, а давайте мы сделаем лебедку, на которой будем летать наконец-то красиво, долго и счастливо. Мысль верная, но если я сделаю спираль с большим креном, вот сейчас 60 градусов, перегрузка уже вот 2,5, вот как эта спираль выглядит. Летит, 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 и сейчас просто нос опустит, в стопор валиться не будет, потому что, смотрите, хочет немножко. Он теряет скорость, сваливается в стопор, и вот он в планете. Вот это самая большая проблема лебедки, обрыв троса. Я летал, кстати, за машиной, это был мой вообще первый в жизни полет на Бланике. Забыл самый главный старт, старт с резинки, с горы. Катится, катится, закатится, набирает какую-то скорость определенную, уже взлет, и отрывается, летит дальше. Вот это так называемый гравитационный старт. Давайте будем думать о будущем и думать, как сделать так, чтобы планерный спорт не гавкнулся в одночасье из-за чего-то, а он продолжал радовать не только вас сейчас, но и ваших детей в будущем. Пожалуй, у меня все. До новых встреч, глубокажаемые любители летных видов спорта, до более позитивных роликов. Но я думаю, что такие ролики тоже нужны, потому что они позволяют немножко отрезвить вот этот взгляд, который часто идет, подается с режима «А у нас все хорошо?» Увы, нет, но должно быть хорошо. И я надеюсь, что у вас получится сделать так, чтобы было хорошо. До новых встреч! Ге-гей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...